В данном кармическом уроке речь идёт о преодолении гордыни. Конечно, для того, чтобы с ней справиться, придётся серьёзно поработать. Гордыня — это чувство собственной важности. Эгоизм, который проявляется не только в ощущении внутреннего превосходства над другими, но он может также проявляться в принижении себя. И это всё происходит из-за непонимания себя и своего истинного предназначения. Человек направляет всю свою энергию на доказательство своей правоты и на борьбу с ветряными мельницами, будучи уверен в том, что именно так он обретёт своё место под солнцем. Но карма распоряжается иначе. И так сказать, своей твёрдой рукой расставляет всё по своим местам. Именно поэтому все обстоятельства, ситуации и люди, которые будут появляться в жизни этого человека, будут способствовать прохождению его этого урока. В данном кармическом уроке человеку придётся научиться мягкости, лояльности, податливости и в то же время стойкости. Здесь его будут учить, помогать и заботиться о других людях. Но в то же время он должен научиться сам принимать помощь и заботу от окружающих людей. Здесь ему надо будет научиться вести за собой других людей, вдохновлять их, но в то же время самому не бояться, будь ведома. Проработанный кармический урок даёт человеку ощущение внутренней свободы и гармонии, веры в себя и в свои силы, осознания своего предназначения и места под солнцем. Такой человек не боится брать на себя ответственность. Он смело принимает решения и реализуется как Личность. Причём добиться успеха он может не только в молодые годы, но если он захочет изменить свою жизнь, то он может прийти к успеху и в преклонном возрасте. А вот непроработанный урок числа 19 очень часто даёт человеку одиночество. Такой человек склонен к агрессии, к деспотизму, к чрезмерному эгоизму. А может быть и другая крайность. Это заниженная самооценка, отсутствие чувства собственной значимости, не веря в свои собственные силы, зависимость от чужого мнения. Могут возникать разного рода заболевания, связанные с кровеносной системой вообще и с сердцем в частности, а также разного рода зависимости. Итак, для проработки урока человеку нужно научиться проявлять свой внутренний свет, добро и любовь по отношению к другим людям, причём ничего не ожидая и не требуя взамен. А ещё важнее научиться принимать помощь и заботу о себе и для себя. Очень полезны психологические тренинги и духовные практики для личностного и духовного развития. И не забывайте, что ключ для решения задачи – это преодоление гордыни.